Если мы говорим о ворожбе, о гаданиях, манипуляциях, о шантаже, о депрессии, мне кажется, что то, что приводит к необходимости совершать манипуляции, это причина подавленного состояния. Конечно, Надин, конечно, конечно, женщина ищет моменты, ищет пути воздействия. Потому что все, что она перепробовала, не помогает. Единственный путь манипуляций – воздействовать на ситуацию, чтобы хоть как-то спасти положение. Но у меня вопрос к вам следующий. Если мы чувствуем после этих методов себя плохо, то нужно признать эти методы деструктивными. Деструктивные методы разрушают вас, как личность. Если вы плохо себя чувствовали от того, что ваши отношения не складываются, и мужчина отдаляется, и вы применяете еще нечто, после чего вам совсем плохо, я хочу, чтобы вы точно знали, что деструктивные методы работают против вас. И прежде чем вы прибегнете к какому-нибудь подобному методу, пожалуйста, пожалуйста, прежде чем прибегнуть, вот на минутку представьте себе, что будет с вами. А если мужчина все-таки решил уйти, он же понимает, что им, наверное, манипулирует, и еще и чувство вины навязывают. Да, конечно, конечно, мужчина понимает прекрасно, что им пытается манипулировать, что его пытается загнать в ловушку психологическую. В общем, мужчина все прекрасно чувствует, все прекрасно чувствует. Но мы же понимаем, что мужчина не будет принимать решения под давлением. Но зачем мы к этому прибегаем? А почему мы к этому прибегаем? Потому что мы не знаем конструктивных методов решения вопроса. Вот почему мы прибегаем. То есть конструктивный метод для меня, как для психолога, это осознанный путь понимания вашей ситуации. Осознанный путь понимания взаимоотношений. И вот как раз-таки, если мы говорим сейчас отключить мысли, не то, что я думаю о том, что человек он хороший, потому что я не сомневаюсь в том, что вы выбрали себе хорошего человека. Безусловно, он хороший человек. У него правильные могут быть взгляды на жизнь. Он великолепный человек. Но нам нужно не думать о том, какой он человек хороший, а проследить свои чувства в этих отношениях. Давайте проанализируем последние несколько ваших встреч, ситуаций. Допустим, вы ожидали от него звонка, да? И он позвонил. Но позвонил не тогда, когда вам нужно было, а позвонил, когда ему удобно, когда он, скажем, вспомнил о вас. Признайтесь себе честно, какова была эмоция? Обещал, не позвонил, но позвонил, когда ему удобно. И вот какая моя эмоция была связана с этим? Злость, пишет Яна. У кого-то другая эмоция, недоумение, да? Разочарование. На самом деле, я вам хочу сказать, вот даже какие-то мелкие вещи в таких отношениях возрождают бурю эмоций, бурю, да, состояние раздражения, унижения, да, как будто подачку дали какую-то, да? Проявил своё внимание, как руку помощи протянул. Или вдруг присылает записку с извинениями. Какой накал страстей, да? Подъём. Зашкаливает эмоция. Вот он, наконец-то, понял, он признал свою ошибку. Или ещё как-то он себя проявил, выразил. Что он понимает, что он неправильно со мной поступил. Правильно? Вот эти эмоции отследите. Дальше. Вспомните ещё, какие могут быть ваши ситуации, в которых он мог себя проявить. Долго не появляется. Никак о себе не даёт знать. Вы ему смс, вы ему звонок. Он скидывает ваш звонок. Будьте честными в исследовании своих чувств. И вот таким образом отслеживайте, отслеживайте, что я хочу отметить. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, каковы ваши чувства ежедневные. Не мысли, потому что мысли на самом деле нас, как вам сказать, мысли нас уводят. Чувства. Зафиксируйте своё внимание на отслеживании своих чувств. И если, если вы обнаружите, что ваши отношения стрессовые, это значит, вы постоянно в состоянии стресса. Вы постоянно в состоянии выживания, борьбы за отношения. И почему это плохо? Женщина себе, а это любовь, это любовь, по-другому быть не может? Да, объясняет себе женщина, но простите, пожалуйста, любовь к любовью. Но доходить до болезненного состояния и оставаться в отношениях, в которых только вы заинтересованы. Вы, вы понимаете, только женщина заинтересована, получается, в этих отношениях. только она переживает, что он достанется другой, потому что много девушек хороших и много ласковых имён. А взял ли мужчина ответственность за те отношения, на которые вы претендуете? Ведь вы даже боитесь сказать ему об этом. А почему? А потому что он расценит это как давление. Вот они, виллы. Вот они. Но знаете, есть очень важный момент в жизни каждого из нас. Вы слышали такую поговорку, как «Хочешь изменить этот мир, начни с себя». Слышали? Насколько вам понятно, о чём идёт речь? Начни с себя. Своё мышление. Хорошо, мышление. Как изменить мышление? Что значит начать с себя? Уже все говорят «начни с себя». А что делать? Менять своё мышление. Как его менять? Учиться у лучших. У кого у лучших? Учиться. Хочешь кому-то верить? Стать достойной доверия, Лора? Да. Успешных в этом вопросе. Порядок в голове навести? Да-да-да-да. Совершенно верно. Совершенно верно. Смотрите, я не случайно вас спрашиваю об этом, потому что, например, ко мне приходят женщины, обращаются, очень достойные женщины, как личности. как женщины, прекрасные, красивые, умные, достойные из достойнейших. Вот так я бы сказала. Делать себя внутри. Понятно, что делать себя внутри, но дело в том, что очень многие женщины делают себя такими супер-женщинами, но всё равно ничего не получается брать ответственность за отношения. Ага, ага, ага. Чтобы мужчина тоже был, участвовал в отношениях, да, а не был потребителем. Правильно, Елена, ну как это сделать? Да, недавно мне сказали, через мужчину женщина познает себя, даже если отношения с этим мужчиной болезненные. Аня. Формулировка правильная. Ну как понять? Как понимать эти слова, что даже если отношения болезненные, это что? Как понять? Что вы больны? Или он болен? Как понимать, что между вами, Аня? Я сама создаю плохие болезненные отношения. Замечательно, Елена. Тогда скажите, у вас есть понимание, как создавать здоровые отношения? Встречный вопрос. Нет. На равных? Что значит на равных? Понимаете, если женщина понимает, что она создает болезненные отношения, возникает вопрос, да, не быть жертвой. А что, а какой быть? Мы не можем исходить из теории не быть. Нам нужно понимать, какой быть. Елена. Елена, вы опять морализируете. Вы опять морализируете. Потому что быть на равной с мужчиной и быть независимой это разговор ни о чем. Понятно, что вы говорите о зрелости. Перестать быть девочкой, перестать быть ребенком, работать над собой, быть зрелой личностью. но сам факт того, что вы говорите быть на равных уже мне говорит о том, что вы готовы рядом с мужчиной стать партнером, но не женщиной. Речь идет о том, что на равных с мужчиной становиться, это значит вступить с ним в конкуренцию за лидерство. Мужчина не позволит вам быть на равных. Он мужчина, а вы женщина. Понимаете? Это тоже вопрос, какой нужно быть? Какой нужно быть? Вы же не хотите стать главой семьи, правильно? А сегодня очень многие женщины пытаются таковыми стать. Это не кошмар, это правда жизни. На сегодняшний день теория личности всех сравняла с лицом земли. И мужчин, и женщин. Так мы были воспитаны. И поэтому я вас призываю приходить заниматься для того, чтобы понимать, если вам нужно стать личностью, то какой личностью нужно стать для того, чтобы не вступить в соперничество с мужчиной. Потому что вы очень активные, красивые и самодостаточные личности в юбочках можете очень прелестным образом мужчине давать понять их место в вашей жизни. но они никогда они допустят вас на близкие какие-то только интимные связи быстрые отношения и все. Они допустят вас но все. Дальше вы им не интересны. Почему? Потому что вы та личность которая себя чувствует на равных. А мужчине нужна любовь. Мужчине нужна любимая а не майор в юбке извините. А твои твои padre ох дьдеон же